Здравствуйте! Вы смотрите новости о главных событиях этого дня, расскажут корреспонденты Южный регион Инфо и Янина Приходько. И прямо сейчас, коротко об основных темах выпуска. Импортозамещение в лицах. Донские фермеры съехались в Ростов на агрофорум малого бизнеса. Думаю, что год будет хороший, если только нам погода не помешает убрать, потому что в мае весь дождливый выпал. Ну и виды на урожай, я думаю, что на уровне прошлого года мы должны. Неофициальное трудоустройство и задержка зарплаты. Представители трех федеральных округов ищут решение проблем занятости в Донской столице. Первое – это создание нетерпимости к этому явлению. Это, с одной стороны, активная работа органов власти, активная работа правоохранительных органов, с другой стороны, формирование, собственно, в обществе, среди людей, вот именно такого негативного отношения к этому явлению. И только совместив вот эти направления, мы сможем каким-то образом побороть это явление. Дорога в аэропорт. Строители приступили к прокладке автомагистрали, которая свяжет Южный с трассой М4 Дон и Донской столицы. Строительство дороги к новому аэропорту Донстарт. Как сообщают в региональном Минтрансе, генподрядчики уже приступили к подготовке транспортных артерий. Напомним, что из областного бюджета на подъезд к аэрокомплексу Южный выделяются более 3,5 миллиардов рублей. Конкурс на строительство объявило областное министерство транспорта в апреле текущего года. Сам же аэропорт начнет регулярное авиасообщение за полгода до проведения Мундиаля на Дону. Около тысячи фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств собрались в центре Ростова. В Донской столице на территории ДГТУ прошел первый сельскохозяйственный форум «Малый агробизнес Дона». Говорили о развитии сельских территорий, потреб кооперации и проблемах отрасли. Мероприятие прошло при поддержке правительства региона, издательского дома «Крестьянин» и медиахолдинга «Эксперт Юг». Подробности в сюжете наших корреспондентов. Анжела Прокопченко руководит крестьянско-фермерским хозяйством больше 20 лет. Сегодня, говорит она, работа на земле стала делом всей семьи. На сельскохозяйственный форум в Донскую столицу из родного Азовского района она привезла то, что вырастили и произвели своими руками. Выращивание у нас свиньи, куры, бараны есть, коровы. Всего понемножку. Свой пруд есть, поэтому у нас рыба своя. Донские молочные продукты, блюда из мяса, свежие фрукты и овощи. Участники выставки отмечают, в этом году ждут урожая не хуже, чем в 2015-м. О начинающих фермерах и не только говорили уже в формате конференции, в ходе деловой программы Агрофорума. На повестке дня самые актуальные для сельхозтоваропроизводителей вопросы – дорогие кредитные ресурсы, продвижение донской продукции в торговые сети и проблемы сельскохозяйственной кооперации. Переработка в общем, я сегодня об этом буду говорить, и губернатор об этом говорит. К сожалению, на сегодняшний день она, ну скажем, мягко так, не отвечает требованиям наших сельхозтоваропроизводителей. Ну, мягко я так, наверное, говорю. Мы отстаем переработки, и это видно наглядно. Ну, мы произвели в прошлом году 774 тысячи тонн картофеля, фу, извините, овощей, если мне память не изменяет, овощей. А перерабатываем только в порядке 40-50 тысяч. По словам Вячеслава Василенко, сегодня успешный пример сельскохозяйственной кооперации – это Семикаракорский молочный завод. Сырьё для него собирают в разных уголках Ростовской области и перерабатывают в одном месте. Там же, в Семикаракорском районе, планируют запустить консервный завод по переработке овощей. Мария Ковалёва, Владимир Дудник, Южный регион.Инфо. Ежегодно более 12 тысяч жителей Ростова-на-Дону обращаются к помощи специалистов в социальной сфере. В эти дни те, кто выбрал миссию милосердия и доброты, принимают поздравления. В администрации города провели торжественный приём, посвященный профессиональному празднику социального работника. На Дону его уже отмечают в 44-й раз. В социальной поддержке в основном нуждаются одинокие престарелые граждане, инвалиды, многодетные матери, дети-сироты, люди, страдающие неизлечимыми болезнями и другие. Всего же в списке социальных услуг около 4,5 миллионов наименований. Ничто, кроме вас, не знает о насущных проблемах людей, которые попадают в трудную жизненную ситуацию. Вы самые надёжные проводники государственной политики. Вы помогаете нам, городской власти, вести диалог с гражданами. И зачастую без вас это было бы сделать очень тяжело. И вы, конечно, умело оцениваете жизненные ситуации, трудности. В органах социальной защиты Донской столицы сейчас работает 1685 специалистов. Некоторые из них посвятили профессии более 20 лет своей жизни. Благодаря их усилиям реализуются важные муниципальные программы. Социальная защита населения города Ростова-на-Дону и доступная среда в городе Ростове-на-Дону. Глава администрации поздравил самых опытных и преданных своей профессии, наградил медалями и благодарственными письмами. Как бороться с неформальной занятостью и с задержкой заработной платы? Злободневные темы обсудили в Донской столице на межрегиональном совещании, которое провёл Роструд России. К дискуссии пригласили представителей трёх федеральных округов – Южного, Северокавказского и Крымского. На встречу побывала и наша съёмочная группа. Ежегодно бюджетные фонды недосчитываются крупных сумм из-за так называемой неформальной занятости. Сегодня в стране около 15 миллионов человек работают неофициально, делятся подсчётами руководителей Роструда России на межрегиональном совещании. К обсуждению проблемы пригласили представителей Южного, Северокавказского и Крымского федеральных округов. На общем фоне Ростовская область выглядит неплохо, отмечают участники встречи. В регионе не первый год действует трёхстороннее соглашение между правительством, работодателями и профсоюзами. Продолжает расти средняя заработная плата. А это эффективные механизмы регулирования трудовых отношений, сходятся во мнении делегаты. Среди методов борьбы с неформальной занятостью есть и другие действенные средства. Первое – это создание нетерпимости к этому явлению. Это с одной стороны активная работа органов власти, активная работа правоохранительных органов, с другой стороны формирование в обществе, среди людей, вот именно такого негативного отношения к этому явлению. И только совмести вот эти направления мы сможем каким-то образом побороть это явление. Если неформальная занятость паразитировала сферу обслуживания, строительства и сельского хозяйства, то проблема задержки заработной платы – больной вопрос для промышленного сектора. Как заставить нерадивых работодателей исполнять свои обязанности – еще одна тема межрегионального совещания. Я уверен, что в ближайшее время у нас будут явно положительные результаты, и мы людям сможем смело смотреть в глаза за тех нерадивых владельцев, которые за границей, где-то там в других регионах здесь имеют предприятия, и им просто все равно платится или не платится заработная плата. На встрече отмечают – справиться с проблемами возможно, скорректировав законодательство. Поможет и обмен опытом между регионами, а также удачные зарубежные практики. Виктория Щетинина, Владимир Дудник, Южный регион.Инфо. Срок выдачи сертификатов на региональный материнский капитал в Ростовской области должен быть продлен еще на два года. Соответствующий законопроект губернатор Василий Голубев внес на рассмотрение депутатов Заксобрания области. Если парламентарии примут этот закон, то женщины, родившие третьего ребенка или усыновившие, а также мужчины, усыновившие третьего ребенка, смогут рассчитывать на выплаты из областного бюджета вплоть до конца 2018 года. Важное условие – семья должна иметь статус малоимущей. Напомним, на сегодня размер выплаты составляет 117 754 рубля. С 2012 года на Дону выдано 17 тысяч сертификатов. Это все, что мы успели вам рассказать. Хотите знать больше – заходите на наш портал rostovlife.ru, а также слушайте новости в эфире радио Ростов-ФМ на частоте 89,4. Я же с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова